Зачем танку ИС-2 пулемёт сзади? Если взглянуть на кормовую часть башни знаменитого советского танка ИС-2, который считается лучшим танком Второй мировой войны, то можно заметить там небольшую шаровую установку 7,62 мм пулемёта Дегтярёва. Но для чего столь грозному танку нужен пулемёт, стреляющий назад? Начнём с того, что кормовой пулемёт установили в советский танк не впервые, так как подобное можно было наблюдать ещё на таком танке, как КВ-1. Если мы рассмотрим толщину бронирования практически любого танка, то заметим, что самой толстой бронёй обладает лобовая часть, чуть послабже бронирование бортов. А самым уязвимым местом является корма, та самая часть, где расположено сердце танка, его двигатель. Возникает вопрос, а почему бы тогда не усилить защиту двигателя до уровня лобовой брони? Дело в том, что такое решение приведёт к росту массы, что снижает подвижность и требует более мощного силового агрегата. К слову, толщина кормовой брони танка ИС-2 в любом случае больше толщины лобовой брони танка Т-34. Итак, мы выяснили, что танк легче всего уничтожить, атакуя его именно со стороны кормы. И этой тактикой особенно удобно пользоваться на узких улочках городов, где танк становится очень уязвимой мишенью, не способный быстро развернуть башню с пушкой и спаренным пулемётом назад для подавления сил противника. Именно здесь и проявляется незаменимая функция кормового пулемёта. При его наличии у танка практически не остаётся слепых зон, откуда он может быть уничтожен. Если противник зашёл сзади и намерен закидать моторное отделение коктейлями молотого или гранатами, его ждёт неудача, так как кормовой пулемёт полностью контролирует всё заднее пространство.